21 января 95 лет назад в Новосибирске открыли Дом Ленина, тогда одно из первых высотных зданий в городе Наби, где сначала звучали коммунистические лозунги и предложения переименовать Новониколаевск в Новосибирск, а затем монологи героев пьес Недора с Эльфанвизиной и Снежной королевы Шварца. С конца 30-х годов камерный зал сегодняшней филармонии стал местом, где царит большое искусство, а не политика. О славной истории Дома Ленина Екатерина Ставко. Сейчас в Доме Ленина камерный зал филармонии, и вспомнить, что же здесь было до, уже сложно. Дом решили построить после смерти вождя пролетариата. У нас есть архивные фотографии. Изначально проект выглядел так. Он подписан как проект Новосибирского оперного театра, несмотря на то, что в центре мемориальная табличка памяти Владимира Ильича Ленина. В 1924-м в Губкоме партии приняли решение о строительстве дома для народных собраний имени Ильича. Задача создать не просто городской клуб, а центр общественной жизни с залом на 3000 человек, а также большой библиотекой. Заложили первый камень в районе современного Первомайского сквера. Но потом передумали. Проект не поддержали власти и общественность. Вторая закладка, она произошла уже здесь, на этом месте. Причем проекты были самые разные. Вот эта фасадная стена должна была быть закрыта экраном, на котором транслировали последние известия, новости. Или предполагалось, что на здании создать прожекторную станцию, которая на облаках бы высвечивала какие-то, опять же, слоганы, лозунги партийные, революционные. Строить решили рядом с братской могилой погибших в годы гражданской войны. Место выбрали не случайно. Оно должно было напоминать, что жертвы революции не напрасны. Деньги на возведение собирали всем миром. В частности, людям предлагали купить вот такую марку за 10 копеек. Цена кирпича на дом памяти Ленина. Через несколько месяцев стартовала стройка. И к 1 мая 1925 года в центре выросло двухэтажное здание. Архивисты рассказывают, некоторые фантазии проектировщиков реализовать все же удалось. На втором этаже собрали мощную радиостанцию и начали просвещать население. Повесили на здании вот эти старые тарелки, так называемые лет, трансляторы. В итоге, что получилось? Новосибирцы стоят перед зданием дома Ленина и через эти рупоры слушают ту оперу, которая в данный момент происходит в помещении коммерческого клуба. В это же самое время прямо передающая радиостанция транслирует ее в Барнаул, Кемерово, Иркутск. Дом Ленина перестраивали несколько раз. Сначала воссоздали на крыше мавзолей. В 1944 году убрали, и здание приобрело более привычный для нас вид. Появились лира, портик с колоннами. Долгое время внутри размещались тюз, окружной комитет партии, центральная библиотека. А в зале проходили профсоюзные конференции и собрания комсомольцев. В 1985 году здание передали филармонии. И музыканты традиции не забывают. Каждый год устраивают фестиваль на ступенях. Своебразная дань памяти тем горожанам, которые в далеких 20-х стояли перед домом Ленина и слушали классическую музыку. Екатерина Стывко, Алексей Погудин. Новости ОТС.